На пост главы государства вновь избран Владимир Путин. Его кандидатуру поддержали более 71% избирателей Ненецкого округа. Путешествие из Твери на крайний север. В окружной столице побывали участники уникальной полярной экспедиции «Север без преград». Своё путешествие они совершили на вездеходах. Глава региона посетил Центр содействия семейному устройству. По словам Александра Цибульского, учреждение, в котором проживают дети-сироты, произвело на него положительное впечатление. А олени лучше. На Ринмаре прошли традиционные гонки на оленях-упряжках Сямингхат-Мерита. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Ирины Нижалова. Действующая глава государства, кандидат Владимир Путин, побеждает на прошедших в воскресенье выборах президента России. После обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий Владимир Путин набрал 76,66% голосов избирателей. Жители Ненецкого округа за Владимира Путина отдали более 71% голосов. Таковы предварительные данные избирательной комиссии Ненецкого округа после обработки 100% бюллетеней. Итоговая явка в регионе составила 63,62%. Участие в выборах в округе приняли 25 107 граждан, или 63,62% от внесенных в списки для голосования. 267 бюллетеней признаны недействительными. Голоса избирателей распределили следующим образом. Владимир Путин набрал 17 863 голоса, или 71,15%. На втором месте Павел Грудинин. За него проголосовали 3397 жителей Ненецкого округа, или 13,53%. Владимир Жириновский на третьем месте. У него 2482 голоса избирателей НАО, или 9,89%. Далее идет Ксения Собчак, Сергей Бабурин, Борис Титов, Григорий Явлинский, Максим Сурайкин. На территории Ненецкого округа 6 116 избирателей проголосовали досрочно. 18 414 бюллетеней было выдано на участках в день голосования. Еще 579 было выдано вне избирательных участков, в стационарах, соцучреждениях и на дому. На президентских выборах 2012 года явка в НАО составила 62,49%, а Владимир Путин набрал 57,05% голосов. День выборов на Ринмаре завершился митинг-концертом, посвященным воссоединению России с Крымом. Крымскую весну Ненецкий округ встретил концертом группы «Марсель». Выступление группы с участием ее солиста, уроженца Ненецкого округа Степана Литкова прошло на сцене ДК «Арктика». Затем в этом же зале прошел митинг, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Как подчеркнул на митинге солист группы «Марсель» Степан Литков, Крым для нас – это лагерь «Артек», это друзья, отпуска с семьей, а потому день воссоединения Крыма с Россией – действительно настоящий праздник. В ночь с воскресенья на понедельник ТАСС «Северо-Запад» и Институт современного государственного развития провели акцию «Ночь выборов-2018». К участию в ней пригласили полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова и глав регионов Северо-Запада. Губернаторы подключились к разговору по видеоконференц-связи. По мнению Полпреда, предварительные результаты выборов не случайны. Они свидетельствуют об улучшении качества жизни россиян, включая жителей Северо-Запада. Программы, которые были реализованы за последние шесть лет, очень масштабные и коснулись абсолютно всех сфер жизни – и здравоохранения, и промышленности, и образования, и социальной сферы. Подъем экономики, рост заработной платы и пенсии, увеличение продолжительности жизни. Поэтому результат голосования закономерен, подчеркнул Александр Беглов. Удовлетворение тем, как прошли выборы в регионе, в ходе подключения к беседе выразил и глава Нинецкого округа Александр Цибульский. У нас действительно округ малочисленный с точки зрения населения. Тем не менее, население наше политически крайне активно всегда способно ставить под сомнение и критически смотреть на действия властей. Тем не менее, сегодня в рамках выборного дня наши жители продемонстрировали высокую степень единения в подходах к своему выборству с довольно высокой явкой, в общем, отдали свой голос с большим отрывом за Владимира Владимировича Кусина, тем самым подтвердив то, что та политика, которая проводилась в последние годы, оценивается неукрайне положительно, и действительно, перспективы, которые они видят, они связывают именно с ней. По словам Александра Цибульского, в целом выборы в Нинецком округе прошли без каких-либо явных нарушений. Были какие-то частные замечания, которые в правовом поле сейчас решаются, но ничего, что было бы заслуживало бы такого внимания, у нас не произошло. И в целом можно сказать, что люди проявили высокую степень позитива и единения в своем выборе. Напомню, по данным избирательной комиссии Нинецкого округа, участие в выборах на территории региона приняли 25 107 граждан, или 63,62% отнесенных в списки для голосования. 71,15% из них отдали голоса за действующего главу государства. Сегодня Владимир Путин встретился с сопредседателями своего предвыборного штаба. На встрече он объявил, что главным сейчас является решение внутренней повестки. Это касается экономики страны, сферы здравоохранения, образования, промышленности и других направлений. Речь идет об обеспечении темпов роста экономики России, придании ей инновационного характера, развития в области здравоохранения, образования, промышленного производства, инфраструктуры и других направлений, важнейших для того, чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни граждан, отметил Владимир Путин. Также, по его словам, есть вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности, безопасности страны, но главное – это внутренняя повестка. На выборах президента в Наринмаре проголосовали участники уникальной полярной экспедиции «Север без преград». Они прибыли в столицу региона за два часа до закрытия избирательных участков. На вездеходе «Шаман» участники экспедиции уже преодолели 3000 неизведанных километров. Побывали в Мизене, Несе, Шоне и поселке Индиго. Любители экстрима хотят проверить, на что способна их техника. Машину, которая не боится бездорожья, создали в Тверской области. Именно оттуда начали свой путь энтузиасты. С покорителями Арктики встретился Олег Хатанзейский. В столицу Ненинского округа участники экспедиции прибыли за два часа до окончания голосования. Чуть позже пилоты, именно так себя называют водителей «Чуда техники», признаются – боялись опоздать. Ведь дорога от Мысаканин – это крайняя точка заполярного региона. До Наринмара заняла трое суток. Есть и спать пришлось в бескрайней тундре. В любом случае, эта поездка непроста для нашей команды, для наших экипажей. Потому что пришлось некоторое время ехать без отдыха, чтобы успеть. Так получилось, что отрезок пути был достаточно сжатый. И необходимо было успеть к выборам и проголосовать. Успели и проголосовали. Свой гражданский долг энтузиасты исполнили на центральном избирательном участке Наринмара. Открепительные талоны получили в Твери буквально за сутки до старта экстремального путешествия. Из Твери участники экспедиции выехали 4 марта. За две недели преодолели порядка 3000 километров. Архангельск, Мизень, Каненосово – теперь столица арктического субъекта. Пилоты говорят, в первую очередь хотели проверить способности вездехода в суровых условиях Крайнего Севера. Нам интересно было технику показать Северу. Именно Север, мы это и увидели, что он нуждается в такой технике. И эта техника здесь работает, за нее нам краснеть не придется. И она нужна будет и помогать людям, и спасать людей, учитывая, что мемосовые температуры. В России вездеходы «Шаманы» упускают уже 5 лет. Техника уникальная. В автономном режиме может работать несколько суток, а салон вмещает до 12 человек. Панель приборов пилота оборудована следующим. Это режим рулевого управления, порядка трех режимов. Потом система трансмиссии, это система межосевой блокировки, подключение передних осей и межколесных блокировок. Следующий – это подкачка колес, три режима асфальт, снег, болото. Удивительно, но машина умеет ездить боком в буквальном смысле. Это так называемая система краб. Колеса поворачиваются на 180 градусов. Такая особенность придает вездеходу необычайную маневренность. Для путешествия он практически идеален. То есть для таких вот мест. И, наверное, что особенно меня удивило, потрясло, то, что этот автомобиль из Твери своим ходом доехал до Каниного носа, потом через Зимники по бездорожью доехал до Нарьанмара. Многие говорили, о, это наша техника, да, он сломается, да, это суровые условия и так далее. Однако вот он стоит. Обратно в Тверь участники экспедиции отправятся во вторник. Путешественники говорят, эту поездку они еще долго не забудут. Ведь любители экстрима не только решили все поставленные задачи, но и впервые в жизни увидели северное сияние. Олег Хатанзейский, Игорь Тарасевич, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. 18 марта жители Нарьанмара выбирали общественные территории для благоустройства. Голосовать можно было за одну или несколько из 11 предложенных идей. Все дизайн-проекты благоустройства были представлены на специальных баннерах, размещенных рядом с участками для голосования. Всего в рейтинговом голосовании приняло участие порядка 3,5 тысяч человек. Наибольшее количество нарядмарцев поддержали проект обустройства смотровой площадки в районе Морского порта. Идея по созданию сквера влюбленных в районе ЗАГСа заняла второе место. На третьем месте по количеству голосов – литературный сквер, который предложено разбить между МФЦ и школой номер 3. Проект благоустройства, получивший больше всего голосов в рамках рейтингового голосования, будет реализован в 2018 году. Остальные, в соответствии с рейтингом, будут запланированы к реализации до 2022 года. Как мы уже сообщали ранее, на муниципальную программу по благоустройству нарядмара в текущем году запланировано свыше 46,5 миллионов рублей. Из федеральной казны выделено свыше 4 миллионов рублей. Из окружной – более 42,5 миллионов рублей. Александр Цибульский посетил Центр содействия семейному устройству «Наш дом». Во время визита глава региона ознакомился с условиями проживания детей и встретился с коллективом учреждения. Центр содействия семейного устройства «Наш дом» – это единственное учреждение в округе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день в учреждении воспитывается 75 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Знакомство с учреждением Александр Цибульский начал с посещения самого небольшого подразделения, в котором воспитываются детки с рождения. Глава региона обратил внимание на то, что, несмотря на возраст здания, а ему уже больше 50 лет, в помещениях тепло и уютно, как дома. В основном корпусе Центра содействия семейному устройству «Наш дом» проживают дети в возрасте от 7 до 18 лет. В этом корпусе живут не группами или классами, а семейными ячейками. Каждая такая семья имеет свои спальни, игровую гостиную, санузел и столовую, где им приливают основные хозяйственные навыки. Есть у ребят и любимый кабинет. Это мастерская, где их учат не только создавать национальные сувениры, но и знакомят с ленинской культурой. Традиции в детском доме ценят. Преподаватель по ручному труду Маргарита Латышева учит воспитанников тонкостям национального декоративно-прикладного искусства. Мастер делает из фрагментов шкур маленькие поделки игрушки, прививая детям элементы культуры коренного этноса. Я стараюсь наш кабинет украсить, чтобы олени у нас есть, одежда есть, картины. Ребята постарше живут в одном из жилых корпусов школы имени Пурерки. Условия здесь также максимально приближены к домашним. По достижению совершеннолетия воспитанники Центра содействия семейному устройству покидают стены детдома и интерната и живут самостоятельной жизнью. А педагоги нашего дома оказывают им постинтернатное сопровождение. У нас основная проблема – это трудоустройство. Вы сами знаете ситуацию на рынке труда на сегодняшний день. И мы оказываем содействие, созваниваемся с работодателями, встречи. Ну удается устроить? Ну да, мы вчера устроили двоих на работу. В рамках визита в Центр содействия семейному устройству Александр Цибульский обсудил с коллективом учреждения будущее детского дома и ответил на другие социально значимые вопросы. Я бывал в других регионах, и честно говоря, иногда заходишь и понимаешь такая атмосфера казенного дома, что, конечно, заставляет невольно сердце сжиматься. Здесь у меня, несмотря на то, что я настороженно изначально относился, когда я вошел, сложилось совершенно обратное впечатление. Те люди, которые здесь работают, просто низкий им поклон за то, что они окружают этих детишек, которые, ну, в непростой, мягко говоря, жизнью ситуации находятся. Мне кажется, все-таки чувствуется тепло, заботу и атмосферу дома. Дома и тепла. В гости к воспитанникам и педагогам Центра содействия семейному устройству наш дом глава региона пришел не с пустыми руками. В спортивном зале ребят ждал подарок. Туристическое снаряжение подарено в этот день администрацией округа. Теперь будет возможность еще больше людей с собой брать и проводить с комфортом. Поэтому это вам пользуйтесь. Спасибо, да? Отдеваться, седеваться. По итогам выезда окруженные власти взяли в работу ряд вопросов, в том числе и по расширению помещений, а точнее по строительству пристройки к основному кирпичному корпусу Центра. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В субботу на Качгартинской курье состоялись традиционные национальные соревнования «Сяменхат-Мерита». 40 кочевников выступили в качестве спортсменов в соревнованиях по северному многоборью, а также в гонках на оленях-упряжках. Сегодня помимо крепкого мороза еще и достаточно сильный ветер. Особенно здесь, на курье, на открытом пространстве, порывы такие, что даже обжигает лицо. Поэтому, как вы сами видите, на соревнованиях пока лишь сами участники, судьи и организаторы. Об отмене национальных состязаний не могло быть и речи. Кочевники съехались со всего региона. Ради гонок на оленях-упряжках ездовые быки преодолели совсем не маленький путь. «Сяменхат-Мерита» в переводе с ненецкого «самый быстрый». Имена лучших погонщиков жители региона узнают каждые два года. В этот раз в списке спортсменов 19 оленеводов и 11 чум-работниц. Кстати, в гонках на оленях-упряжках мужчины и женщины выступают на равных. Прежде полуфинальные заезды, после решающей. Протяженность примерно полтора километра. То есть она стандартная всегда, да? Ну, от 1800 до и полтора, да. Меньше дистанцию делать не будем, почему? Потому что только разогнались и уже финиш. То есть тут неудобно будет. А тут и пляшка растянутся, и уже нам удобнее и судить прочее. Во время гона колени разгоняются до 40 километров в час. И если мужчин это особо не тревожит, то женщины переживают перед каждым заездом. Волнуемся. Волнуетесь, да? А как вообще каждый раз принимаете участие? Нет, первый раз. Первый раз? У себя на родине участвуем, но тут первый раз на окружном уровне. А как так решились? Вот раньше не участвовали, а тут вдруг взяли и решились поучаствовать. Ну, чтобы не стоять. Действительно, стоять на таком морозе долго не получилось бы даже при большом желании. От этого и зрителей в этот раз очень мало. Хотя национальные состязания – очень красивое зрелище. В этом году за первые места оленеводы и чумработницы получили снегоходы. Кстати, и новую технику, и самое большое количество наград увезли с собой кочевники СПК «Ерф». Надежда Качегова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Теннисный турнир на призы компания «Лукойл Коми» набирает обороты. Он стартовал во дворце «Спорта Норд» 5 марта. Всего на участие в турнире заявились 23 спортсмена. На сегодняшний день уже определились лидеры турнира. Участники теннисного турнира разделены на подгруппы. Первая – это профессионалы. В ней 10 человек. Во второй – игроки-любители. Их шестеро. И в третьей подгруппе за победу на теннисном корте борются женщины и девушки. В этой подгруппе 7 человек. Промежуточный результат в этой группе таков. Лидирует Светлана Павленко. По 6 очков у двух теннисисток. Аксинья Ануфриевой и Софьи Брызгаловой. Во второй подгруппе тоже определились лучшие игроки. Это Владимир Ильин, Игорь Латкин и Александр Неустроев. В группе профессионалов первой подгруппе лучшие результаты у Камилы Улиницкой и Олега Сухановского. Во второй – у Владимира Рочева и Анатолия Горелика. Игры проходят по круговой системе. То есть каждый игрок в своей подгруппе сыграет с каждым. Уже на этой неделе состоятся финальные турниры, в которых определятся победители и призеры. Это все новости к этому часу. Далее вас ждет прогноз погоды.